Бомж с дробовиком! Бомжара с дробовиком! Классно звучит, не правда ли? Это охуенный фильм, я скажу вам, друзья. Я, когда первый раз посмотрел этот фильм, это было еще в 2011 году, 6 лет тому назад, когда он только-только выходил. Я на тот момент не был вовлечен. Я еще ни одного фильма ужасов не посмотрел за всю свою жизнь тогда, на тот момент. И я еще не видел так много жестокости. И я просто охуел от этого фильма, когда увидел столько, блядь, кровищей жестокости. Потому что такой жесткий уровень цинизма я на тот момент нигде не видел. Конечно, это, возможно, не так уникально сейчас, да, кажется. Но фильм действительно хорошо сделан. Он отличный тон, темный, подобран. Вот это такая, как сказать, такая мясорубка, рубилово такое. Вот такой, как бы, я не знаю, как бы сказать, триллер такой, боевик, что-то такое, да. Ну, триллер, триллер, ну, как бы, как бы, есть у нас добро, А, абсолютное добро, а есть абсолютное зло. И вот добро в лице бомжа, а зло, значит, там, да. И сделано, на самом деле, классно. Мне очень нравится, как актеры сыграли. Рутгер Хаувер просто великолепен в роли бомжа. Просто фантастика. Классная такая, значит, фильм очень такой вот, он очень гиперболизированное такое представление о реальности даёт. То есть всё возведено в абсолют. Очень интересно фильм смотреть, даже с точки зрения художественного. Ну, он очень, очень развлекательный. Очень интересно его смотреть. Куча крови, очень жестокий фильм. Если вы впечатлительный человек, не могу рекомендовать этот фильм. Но если вы любите вот эту вот, так сказать, вот эту, так сказать, месиловую рубку, и просто хотите хороший фильм посмотреть, то бомж в другой комнате, фильм для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!